Я не смотрю аниме, у меня дед кусульманин! Я не придумал кирпич, поэтому давайте перейдем сразу к телу. Лупы. Есть два типа людей. Те, кто используют лупы и не парятся, и те, кто отказывается от них по своим принципам. Что ж, лично я отношусь к людям, которые не любят лупы. Ведь намного приятнее будет сделать свою мелодию, чем взять чужую. Но учитывая тот факт, что я не знаю, как играть на музыкальных инструментах и не имею базовых знаний по ним, то порой сложно обходиться без лупов. Так что мелодию я по-прежнему стараюсь по возможности делать свою. Да-да, пытаюсь изобрести велосипед. Скучно мне. Но лупы, это не обязательно мелодия к биту. Есть различные непонятные шумы и звуки для добавления атмосферности в бит. Есть барабанные всякие штучки там и тому подобное. И вообще много чего интересного на самом-то деле. Благодаря этому разнообразию ваш бит навряд ли будет скучным и однообразным. Тем более, я заметил, что во многих песнях используются одинаковые сэмплы. Просто банально у каждой из них разная обработка, темп, тональность и тому подобное. Так что если вы плохо разбираетесь в музыкальных инструментах и в их звучании, то лучше не париться и взять любой луп. Проще сделать свою небольшую обработку, никто подвоха даже не заметит. На то и нужны бесплатные лупы. Так что да, пользуемся до отвала перепона. Лучший сайт, где можно брать лупы бесплатно – Луперман. Только чтобы скачать луп, вам нужно пройти простую регистрацию на сайте. Драм-киты Драм-киты – это та самая вещь, которую вам пытаются впарить за реальное бабло. Не, ну вы можете представить вообще такое? За реальные мани так-то. Я не всегда могу себе позволить роутон купить. А тут драм-кит за 99 гривен. Это ужас, господа, и с этим нужно что-то делать. Если поставить лайк, то вы автоматически подпишите петицию по снижению цен на драм-киты. Может, и мне тоже создать свой драм-кит и продавать его? Чё бы нет. Ладно, не важно. Каждый мальчик должен иметь у себя в FL-ке как минимум два драм-кита. Где их найти? Ну, можно на ютубе поискать нужные, а можно и тупо загуглить. И тут уже вы либо берёте платный драм-кит, или бесплатный. Не важно, в принципе. Из драм-китов, если совсем туго и не получается найти какой-то нормальный и многофункциональный, то просто посоветую вам бесплатный драм-кит от Young Frizy. Ссылку кину в описании. И, короче, тут есть практически все инструменты для твоего бита. Бас, кик, хай-хет, различные ударные эффектики, звуки и тому подобное. Даже иногда есть готовые мелодии и заготовленные удары. Плагины. У меня их немного, в основном я пользуюсь FL-плагинами. Ведь биты я делаю простые. Да и вообще, я не профессионал, чтобы каждый клэп уметь обрабатывать. Но для новичков могу посоветовать отличный плагин Shaper... Shaperbox 2. Как-то так. Который может говно-мелодию превратить в конфетку. Сам им пользуюсь. Но чё-то я его установил неправильно, и он у меня не работает. Сори, я очень ленивый, поэтому есть вот такой вот аналог. Grossbeard. Он не такой крутой, конечно, но тоже в некоторых моментах может превратить вашу скучную мелодию во что-то слушабельное. Тупо клацаем на что-то и слушаем результат нашей тяжёлой работы. Отлично, ставим так. Как вы уже могли понять, плагин – это точно такой же инструмент, эффект, как и родные инструменты, эффекты FL-студия. Предназначены они для расширения списка инструментов, эффектов и их возможностей. Попробуйте поискать их в поиске. Они есть как платные, так и бесплатные. В следующих роликах я покажу, как сделать бит из FL-инструментов. А также соберу все крутые фишки битмейкинга в один ролик. Продолжение следует...